Помните, снова очерком у нас была выставка художественная под парусом мечты. И к нам приезжал со своими картинами, выставился художник из посёлка Вольгинский, Анатолий Александрович Волебоб. А у него нет ног. У него удивительная судьба. Вот я хотела бы о нём вам почитать. Новый очерк, который я отдам в нашу газету районную. Ещё принесла фотографии, вам же, наверное, захочется увидеть этого человека. Вот там на флешечке у Игоря есть он. Про сильного человека, который справился, который не отчаялся. Вот почитаю вам. Книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» Анатолий Александрович Волебов прочитал ещё подростком. Эта книга остаётся его главным ориентиром и по сей день. Если лётчик Алексей Мересев смог свершить невозможное, значит, сможет и он силой своего человеческого духа и силой воли жить без ног, быть полезным обществу и обрести счастье. Родина Анатолия Александровича Волебова – Ставропольский край. Его жизнь началась в саманном домике под соломенной крышей в селе Новополгодарное. Для постройки таких домов глину мяли, смешивая с водой, добавляли солому, заливали в специальные формы, высушивали на солнце. Получались кирпичи. Из них возводили стены, чтобы они не раскисали под дождём и снегом. Их обшивали драмкой, обмазывали глиной, белили известью. Саманные дома после войны ставили семьям, всем миром по очереди. Родители Марии Николаевны и Александр Никифорович приехали в Новополгодарное, уже имея первенца Николая, 46-го года рождения. А 31 мая 50-го года появились на свет двойняшки Юра и Толя. Отгремела война, и только бы жить, да радоваться на детей, но семейное счастье оказалось лишь блёстками. Отец, бывший фронтовик, продержался в семье после рождения малышей полтора года. Всего полтора года. Перешёл жить к другой женщине на конец села. Мария Николаевна не знала, как выйти из нужды. Она работала в колхозе за трудодни. Только когда у родица, что выращивалась в колхозе, кукурузой, подсолнечником, овощами она могла получить за свою работу. Первое время Мария Николаевна носила малышей к отцу, в его новую семью. Но после того, как дети начали жаловаться, что они предоставлены сами себе и порой не накормлены, на мужа, надеяться, перестала. Выручала швейная машинка подольск. Мария Николаевна шила от платья до пальто. Она и нас к шитью приучала. Делится воспоминаниями Анатолий Александрович. Уходя на работу, оставляла нам тряпочки и говорила. Шейте мешочек. Вот сделайте так и так сами. Если не пошло у вас, значит, еще раз постарайтесь. Отца никогда не ругала. Просто говорила, что он встретил другого человека и ушел. Замечали, как плачет украдкой. В такие минуты мы все втроем обвивали ее шею своими ручонками и просили. «Мамочка, не плачь, мы с тобой». А она успокаивала. Все будет хорошо. Мы справимся. И мы это чувствовали. Не было внушено, что мы бедные, покинутые, несчастные. Мама вселяла нам силы и надежду на лучшее. Сколько правильных советов она давала. Сколько огромной любви, уважения и терпения в ней было. Вспоминаю маму самые тяжелые моменты. Как она прижимала нас к себе и тихим голосом говорила. Не надо, сыночки, ругать и обижаться на человека. Полюби, пожалей, и тебе будет легче, и ему польза. С нежными чертами лица, хрупкая, как ангел, но внутри мама была очень сильным человеком. Вот у Игоря есть фотография. Вот не все ее увидят. Там мама и вот эти два двойняшки, такие милые. Она просто очень красивый человек. Юрию и Толе исполнилось по 4 года, когда Мария Николаевна попыталась заново устроить свою жизнь. Переехала за мужчиной жить в Тульскую область, в шахтерский поселок. Получили комнату. Устроилась уборщицей, пожарную охрану с зарплатой 30 рублей. Попыталась сохранить нас. Пытаясь сохранить нас, мама всячески ограждала от участия в нашем воспитании сурового, нелюдимого отчима, продолжает рассказ Анатолий Александрович. Узнала, что в 10 километрах от поселка находится школа-интернат. Перед отправкой собрала нас. Я вас не бросаю, сыночки. Поживете в интернате, там вы будете сыты, одеты, обуты. В городе Советске мы учились с Юрой с 3 по 8 класс, а старшего брату Колю определили в другой интернат. Каждую субботу ходили пешком, чтобы увидеться с мамой. Нас отпускали, считая вполне самостоятельными. Можно, конечно, и на автобусе с пересадкой добраться до дома. Да откуда же деньги на проезд? Идем всего на одну ночку, торопимся, а вечером, в воскресенье, возвращаемся обратно в интернат. Приходим, мама нежно обнимет нас, замерзших, накормит, напоит чаем, скажет, ну и что же, если нет у нас с вами пирожного и мороженого, зато есть картошка, капуста, простая наша еда. Любила она есть поджаристые горбушки хлебные, а мы отказывались, не хотим горелый хлеб. Кто горбушки ест, тот плавать хорошо будет, придумала мама. Мы верили ей и съедали. Порой, прибегая с улицы, жаловались, мама, нас здрастнет без отцовщины. И тогда она находила утешительные слова. Да вы у меня лучше других семей с отцами. Ничего, вот подрастете, всего добьетесь своим трудом. В седьмом классе в интернате перед Новым годом объявили бал с конкурсом на лучший костюм. Мама предложила. Толя, а давай мы тебе придумаем костюм черкеса. Взяли шапку-ушанку, обрезали у нее уши, получилось папаха. Сверху нашили красную ленту. Кинжал выстрогал из деревянной плашки. Покрыл черной краской, а наконечник раскрасил серебрянкой. Шили черкеску из ткани черного цвета. Я еще и усы подрисовал. Мой костюм занял тогда первое место. Приз – коробка цветных карандашей, сорок восемь штук. В жизни я не видел столько цветов. Еще и акварель вручили медовую. Тогда я так желал учиться живописи. Но мое время придет позже. В интернате рисовал, оформлял стенгазеты. К восьмому классу уже мог сам свободно читать выкройки и шить. В этом возрасте хотелось и выделиться перед девочками на танцах. А нового-то ничего нет и купить не на что. В пожарной части, где убиралась мама, обнаружил сломанный бильярд без ножек. Срезал с него зеленое сукно. Дома раскроили, с помощью мамы шил модные зеленые брюки. Обувь сам придумывал, из чего сделать. Подошву оторвал от старых ботинок, и туфли остроносые вышли. Каблучки прибил рюмочкой. Прошил я их, правда, простыми суровыми нитками. Но долго форсить не пришлось. Нитки начали расползаться. Безденежная жизнь заставляла делать все самим. После восьмого класса мальчики вернулись к матери, в шахтерский поселок. Устроились в ЖКО. Толя с лезарем-сантехником, а Юра с Толером. А Николая после обучения из интерната определили ФЗО с направлением на практику в Мариуполе. В 1966 году мамина подруга, жившая в Москве, сосватала маму за москвича. На переезд решились все втроем. Мамы Толя и Юра. Братьям на тот момент было по 16 лет. И они только получили паспорта в Туле. Отчим обещал прописать их, тем более дети еще не достигли совершеннолетия. Но произошло это не скоро. Никто поначалу даже предположить не мог, что галантно ухаживающий москвич окажется неоднократно сидевшим за краже и к тому же пьющим. Мама устроилась на кондитерскую фабрику в цех, где делали помадки. Содержала себя и нового мужа. Терпела молча и надеялась, что сможет своей любовью и жалостью исправить его дурные наклонности. Но отчим очередной раз попался на воровстве и из тюрьмы больше не вышел. Так или иначе, благодаря отчиму волейбобы стали москвичами. Толя и Юра сразу поставили цель – получить специальность, трудиться, как-то себя прокормить. Анатолий наглядеться не мог на столицу. Удивлялся, никогда не видел столько высотных домов. Каждый день знакомился с Москвой. Проходил пешком по улицам, изучал и любовался зданциями метро, отделанными разноцветным мрамором и гранитом. Парки, театры, музеи – все прекрасное влекло Анатолия. Работу он нашел на карбюраторном заводе. Старинный каменный дом, где они жили у отчима в коммунальной квартире, принадлежал в прошлом купцу Бутикову и было определенно расселение. Хотя в доме для жильцов не предусматривалась горячая вода и ванная, расселение затянулось. Получив повестки в армию, братья попросили в военкомате не разлучать их. Толя и Юра служили в одной части, в одном батальоне, в одной роте. Даже в казарме их места располагались на одной двухъярусной кровати. Толя внизу, а Юра вверху. Учились одной военной специальности – дна планшетиста. Отслужив, Анатолий устроился на автозавод АЗЛК на конвейер по сбору легковых автомобилей и в свободное время увлекся моделированием. Он создавал такую одежду, что на улице оборачивались. В Москве Толя превзошел многих модников. В 70-е в моду вошли брюки-клёш. Из отреза материи красного цвета он сшил себе рубашку с откидным белым воротником и манжетами. В ателье заказал серого цвета брюки-клёш. К ним сконструировал из двухжильного электропровода белого цвета широкий ажурный пояс. Сам провод вытянул, а плётку нарезал кусочками в шахматном порядке и соединил при помощи проволоки на шпильке. В отличие от тех юношей, вставлявших в клинья клёши пуговицы и бахрому, он вшил с изнанки брюк настоящие провода. Слышали про такое? Нет? Настоящие провода, гирлянду, лампочек с каждой стороны по три, предварительно раскрасив их в разные цвета. Батарейка-контакт находилась в кармане брюк, всегда под рукой и при нажатии лампочки загорались, а у девушек от такого зрелища искры загорались в глазах. Особый шик проявлялся в том, что Толя на каблук обуви прикрутил подковки из твёрдосплавного металла побелита. Чиркнет об асфальт, искры как от сварки летят. Девчонки свизгом в стороны, товарищи восторгались Толинами и выдумками, просили сделать и для них модные штучки. Во времена перестройки Анатолий Александрович понял, что может работать на себя, открыть своё дело. Устроился в службу быта, ремонтировал обувь, зонтики, изготавливал ключи, открыл фирму Комета по пошиву чехлов для автомобильных сидений, сам снимал выкройки и шил. Вот смотрите, он как идёт к художнику. Мама швея, он научился читать выкройки, научился шить, сам себе конструировал одежду. Он ещё не художник, но он как художник видит себя. Видите, как долгий, какой путь был. А позже выкупил предприятие, вот где шили эти автомобильные чехлы, став генеральным директором частного дома быта. А с 1090 года начались беды с ногами. Куда он только не обращался, чтобы помочь себе. Болезнь сосудов обеих ног привела к трофическим язвам, затем к гангрене. В 2004 году отняли ногу, но он не оставил работу. В этом же году судьба сводит Анатолий Александровича заслуженным художником России Марком Викторовичем Генцбургом. Он увидел талант Анатолия Александровича, вовремя поддержал его, пригласив в школу-студию изобразительного искусства. В группе он был самый возрастной, но не отставал от других. Процесс обучения казался чем-то волшебным, исцеляющим. Занятия проходили в три раза в неделю по вечерам. После окончания учебы Генцбург посоветовал Анатолию Александровичу вступить в Союз художников Москвы и Московской области и лично написал ему рекомендацию. В 54 года Анатолий Александрович Валибоп осуществил свою мечту, стал художником. Второй ноги он лишился в 2007 году. После операции в больничной палате Анатолий Александрович сказал себе, я не останусь беспомощным. А там, как говорит, их семеро в палате было. Пришли родственники, плачут, успокаивают этих, которых что-то удалили. И он говорит, скорее бы домой, скорее бы я домой приехал и начал заниматься зарядкой, потому что я не могу в такой атмосфере. Я не хочу оставаться беспомощным. Буду жить, как он сам себе нарисовал будущее. Я буду жить в хорошем месте, в спокойствии, в любви. Займусь вдохновляющим делом. Он сам себя поднимал, загадал это для себя. А ведь так и будет. Ноги постепенно заживали, ждал протезы. Как их поставили, через боль, заново начал делать первые шаги. А если бы он не стал на протезы, он бы потом не стал бы ходить, потому что это очень больно. И некоторые просто потом их бросают. И все, садятся в коляску, ездят только в коляске. А он ко мне забирался на второй этаж. Когда картина у нас была, выставка, вы представляете, вот на этих вот протезах на своих. Как их поставили протезы, через боль, заново начал делать первые шаги. Сначала на ходунках, потом с костылями, подмышками, потом с двумя тростями. Вторая группа инвалидности и ампутация обеих ног, Саша, не конец жизни. Он записался на занятия по методике Мерзакарима Нарбекова. Главное правило этих упражнений, выполнять их только в хорошем настроении. Медитацией стал заниматься. Затем стал посещать занятия йогой, которые также помогли овладеть своими мыслями и желаниями. Стало легче. Затем запомнилось одно из первых занятий. На листе бумаги попросили написать, кто ты и чего ты хочешь добиться в жизни. Рука сама выводила. Я хочу сделать для людей добро. Хочу стать для них примером. Когда прочитал, что написал, рассмеялся. Ну как такое возможно? Ведь я же инвалид. Бизнес пришлось продать. Вместе с женой переехал в благоустроенный поселок Вольгинский. Квартиру оставил детям в Москве. Вольгинский, Петушинского района. Анатолий Александрович узнал, что во Владимире есть иконописная мастерская. Обучение бесплатное. Но необходимо работать мастерской. Добирался на своем автомобиле. Уже на протезах. К восьми утра во Владимир приезжал. А уезжал домой после пяти вечера. И так ездил в течение года. Кроме воскресений. Грунтовал там доски под иконы. Делал фон. Освоил технику иконописи. Все, кроме лика. Начал выставляться в городе Новинске. Устраивать персональные выставки. Художественная общественность предложила ему вступить в союз художников Богородского края. Почувствовал, что нужен. Его пейзажи, натюрморты и портреты получали благодарные отзывы. Неплохо продавались. Но жизнь снова послала новое испытание. Неизлечимо заболела жена. Заботу о ней Анатолий Александрович взял на себя. Сын Александр и дочь Наталья в других городах. Но как могли, поддерживали. Едва удерживаясь на съемных протезах, он сосредоточил в своих сильных руках весь уход. Менял простыни, памперсы. Готовил, кормил, давал лекарства. Ходил в магазин, аптеку. Перевернуть больного и здоровый-то спину сорвет. А ему удавалось. Через силу и терпение. Это был урок любящего сердца. В радости и в горе. Во здравии и в болезни. Анатолий Александрович не оставил свою надежду, как звали супругу, пока смерть не разлучила их три года назад. Пережив жестокие испытания, превышающие его силы, он внушил себе. Я не останусь один. Нет. Дети, переживая за отца, каждый звал жить к себе. Но он чувствовал, что справится сам. Вот он как рассказывал. Она лежит лежачая. Я, говорю, чуть не падаю на этих протезах. Я никак не могу равновесие-то иногда удержать. Но все равно, все равно он около нее, так и сколько нужно времени, столько и вставал, падал, наверное, опять. Полгода назад в аллее поселка его внимание привлекла женщина, которую он встречал здесь каждый раз, будучи на прогулке. Так он познакомился с Лидией Михайловной Юдиной. Оказалось, она тоже потеряла близкого человека. Оба согласны с тем, что надо жить ради того, кому нужны. Потянулись друг к другу, рассеяв обоюдное одиночество. И кто поддерживает кого больше? Кто? Она видит в нем настоящего мужчину, на которого можно положиться, внимательного и четкого, а он в ней прекрасную, заботливую женщину. Сколько побед одержал Анатолий Александрович над собой? Переборол болезнь, освоил протезы, водит машину, стал художником. На счету Анатолия Александровича 10 персональных художественных выставок. Большинство из них проводились в городе Ногинске. В январе 2023 года намечается выставка в Киржаче. Корреспондент районного радио «Петушки.ФМ» Валентина Дудова записала о художнике радиорепортаж и стала инициатором проведения персональной художественной выставки Анатолия Александровича Варибоба в Доме культуры поселка Вольнинске в декабре 2022 года. Более 10 лет Анатолий Александрович живет в Вольнинском. Люди узнают художника, проявляют уважение к нему. Он является примером для многих. Всегда в движении, не сидит на лавке с клюшкой. Часто слышит, вы мужественный человек, доброжелательный, улыбчивый. Как у вас все это так получается? А он отвечает, я не падаю духом. Вот мой рассказ о победе того, кто верит в себя. Анатолий Александрович Варибоб добился всего, что хотел и считает, что счастливым человеком, что счастливым человека делают только наши мысли.